Матчи как под копирку, одинаковый результат. Могилёвский Днепр внизу турнирной таблицы, ниже первая лига. Об игре с Минском, в котором Днепр продлил сезон ещё на два матча, расскажет «Спорт-М». Дмитрий Хлебосолов забивает десятый мяч в чемпионате, а Бобруска-Белшина одерживает волевую победу в матче с Брестским-Динамо. Есть шансы у всех, бороться надо со всеми, не говоря, что они с другой стороны, это ничего не даёт. Бороться нужно со всеми, и соперников своих уважать в первую очередь. Как белорусские вольники противостояли иностранным борцам, репортаж «Спорт-М» с титульного турнира в Могилёве. Самая популярная и народная игра – это, конечно же, футбол. Самый престижный турнир в Беларуси – это чемпионат страны высшей лиги. 16 лет назад вот на этом стадионе «Спартак» в Могилёве местный Днепр завоевывал золотые медали. В нынешнем сезоне он бьётся лишь за право сохранить прописку высшей лиги. Как это было, узнаем в программе «Спорт-М» – «Спорт Могилёвской области». Приветствую вас! По регламенту чемпионата в декабре пройдут стыковые матчи между последней командой высшей лиги и третьей из первой – Могилёвским Днепром и Витебском. Это стало понятно после игр очередного тура, в который Могилёвский Днепр принимал Минск. Увидеть поединок на стадион «Спартак» пришли всего лишь 300 зрителей. Это был гол Александра Макося. Минский нападающий и в дальнейшем не раз тревожил штрафную Могилёвчан. У хозяев же старались Терещенко и Шрамченко, но отличился Марков, поймав на противоходе своего же вратаря. И это не оговорка. Всё верно. Любуйтесь автоголом. Этим голом и завершился первый тайм. Во втором Маркова на поле мы не увидели. Впрочем, и гости в атаку уже не ходили, а хозяева не могли или не хотели. Поражение 0-2 и Днепр официально продлевает себе сезон ещё двумя матчами с третьей командой первой лиги. Так называемый бонус для худшей команды страны. И нам не нравится каждый год бороться за выживание. Это и психологически тяжело, и давит-давит это. Как бы хочется играть с удовольствием, приносить зрителям радость. Но что-то мы в этом сезоне, как и в том, не очень хорошо финишируем. Правильнее будет совсем плохо. Виноват, прежде всего, тренер. Не было ничего сегодня. Ни движения, ни мыслей. Ну, а техническое исполнение – это просто, как говорится, ниже плинтуса. Будем разбираться в спокойной обстановке, почему так произошло. И исправлять. Работу над ошибками смотрите в декабре в программе «Спорт-М». Побрусская Белшина в минувшем туре также играла дома. А в соперниках была команда «Динамо Брест». Эта игра, в отличие от поединка в Могиле, выдалась более богатой на голевые моменты и держала в напряжении до финального свистка. Первыми забили гости. Брещане убежали в контратаку, которую завершил точным ударом Роман Василюк. Во втором тайме инициатива перешла к хозяевам поля. И за четверть часа до завершения матча Дмитрий Турлин сделал счет ничейным. 1-1, а еще через 10 минут судья матча назначил 11-метровый удар за игру рукой. И Дмитрий Хребасов забил победный для Бобруйчангу. За два тура до завершения чемпионата турнирная таблица в группе «Б» выглядит следующим образом. Днепр официально последний, Белшина – десятая. В следующем туре эти команды сыграют между собой в Бобруйске. Людлибх – это по-французски фристайл-рестлинг, по-английски. Именно Англия считается родоначальницей вольной борьбы. Турнир по этому виду спорта прошел в Могилеве. Соревнования носят имя Николая Королева. Они традиционные, 38-е по счету, сами поединки титульные. Лучшие, а здесь выходили на ковер 18-20-летние мальчишки и девчонки, получали за победу еще и звание мастера спорта. Всего в турнире участвовали 120 борцов в 8 весовых категориях. Кстати, среди участников были не только белорусы. Приехали команда Молдавии. У них в составе есть призер Европы. Команда Украины двумя, две команды и две команды Молдавии. Тоже есть призеры и молодежных, и кадетских Европы. Ребята очень сильные. Иностранцы составили серьезную конкуренцию белорусам, забрав три золота в своих весовых категориях. Но бороться на равных с серебряным призером чемпионата Европы не получилось. Для меня главное выполнить новые какие-то действия, попробовать их в борьбе, чтобы на дальнейших соревнованиях я могла их делать, чтобы получались они. В основном для нас этот турнир мастерский, чтобы мастера выполнить, чтобы было больше опыта, чтобы набороться. Как-то так. Ты в какой весовой категории выступаешь? Сейчас в 63 на чемпионате мира я боролась в 70 килограмм. Развежка с чем связана? Ну, наверное, то, что стресс, перелеты. Вот так вот как-то. Здесь соперницы на Королево турнире знаешь? Знаю. Я с ними раньше боролась. Ну, давно не боролись. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, надеюсь, в тройку войду. Ольге серебро на турнире. И в следующем году Зенина выступит в юношеской команде Беларуси, которая по своему составу является одной из сильнейших в мире. Далее о результатах соревнований с участием наших команд. Мужской баскетбольный клуб «Борисфен Колосы» одержал победу в поединке третьего тура чемпионата Беларуси. В Минске могилевчане переиграли «Цмоки-3» со счетом 85-43. Куда менее удачно сложилась суббота для гандболистов. Машека в гостях был слабее Гомеля 27-34. Матч девятого тура 26-го чемпионата страны по мини-футболу Могилевский «Форта» проводил в Минске и уступил столице со счетом 1-6. Неудачным был выезд и волейбольной команды МВК. Могилевчане встречались в Барановичах с «Локомотивом» и дважды уступили со счетом 0-3 и 1-3. А на сегодня о спорте и всем. Главная новость минувших выходных – Могилевский Днепр готовится к битве за выживание. А вот получится ли – об этом узнаем уже в декабре. Любите спорт, смотрите «Спорт М» на «Беларусь-2». Счастливо! Могилевский Днепр готовится к битве за выживание. Могилевский Днепр готовится к битве за выживание.